По новым правилам, для того, чтобы сотрудники организации смогли выйти на работу, руководство должно подать заявку на осуществление деятельности. Предприниматель обязан оформить список работников, включая себя, в специальном разделе цифрового портала «Карта жителя Нижегородской области». Главное условие для одобрения заявки – деятельность организации не должна противоречить указу губернатора номер 27 от 13 марта 2020 года. В этот указ внесено достаточно много изменений. Если кто-то с предпринимателей хочет ознакомиться с актуальной версией указа, могут найти всю нормативную базу на нашем сайте. Мы создали специальный раздел, где вся-вся-вся нормативка от указов президента, федеральных законов и до постановления администрации. Если вы откроете указ номер 50 губернатора о внесении изменений в указ номер 27 от 13 марта, вы сможете посмотреть, имеете ли вы право вести деятельность, либо не имеете. Особое внимание предпринимателям стоит обратить на пункты 3.2 и 10 этого указа. В них перечислены виды деятельности, которые можно и нельзя вести в период распространения коронавирусной инфекции. Но и здесь есть некоторые нюансы. В пункте 10 можно найти такую формулировку, как осуществление деятельности юридическим лицом, либо индивидуальным предпринимателем, не связанным с непосредственным контактом с физическими лицами, либо дистанционным способом. Собственно, эта формулировка также многим предпринимателям, которые попадают под запрет пункта 3, но ведут торговлю, либо какую-то другую деятельность дистанционным способом, может помочь получить разрешение. Зарегистрироваться на портале «Карта жителей Нижегородской области» можно на сайте или в мобильном приложении с помощью номера телефона. Предприниматель подает список сотрудников в разделе «Ковид-19 организации». После того, как заявка будет одобрена, каждый работник из списка получит QR-код, который будет доступен в его личном кабинете. Если у сотрудника смартфон, что наиболее распространено в наше время, это фотография QR-кода с экрана компьютера, либо скрин QR-кода, либо возможно зайти в личный кабинет, если вдруг остановят и показать сотруднику полиции, либо какому-то другому уполномоченному лицу, что да, у меня есть QR-код, я имею разрешение. Если по какой-то причине у сотрудника нет такой возможности, QR-код можно распечатать. Вопросы о действующих ограничениях и помощи бизнесу можно задать специалистам Центра поддержки предпринимательства по телефону 992-64, 992-63 или 992-60.